СОБАШНИКОВЫ 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 Вот один, 12 июня, родились. Сергей Собашников, издатель, сахарозаводчик. Род Собашниковых был известен не только своим финансовым состоянием, начало которому положил отец Василий Никитич, купец и золотопромышленник, но и тягой к искусству. Особенно прославились братья Собашниковы, которые основали книгоиздательство М.И.С. Собашниковых, выпускавшие настоящие фолианты. От серии памятники мировой литературы до пушкиниана и трудов по истории. Сергей к тому же увлекался химией, был властным городской думы, учредителем партии кадетов, активно занимался благотворительностью, строил школы, госпитали. К сожалению, из-за покушения на его жизнь неуравновешенного человека Сергей рано ушел из жизни и сделал не так много, сколько мог бы. Так полагал и брат Михаил. Он был самым значительным членом семьи и по природным дарованиям, и по подготовленности к жизненной деятельности. Также 12 июня родились журналист и писатель Михаил Кольцов, основатель журналов «Крокодил», «Огонек», Владимир Магницкий, ученый-геофизик, основатель советской школы физики земных ядер. В этот день, 12 июня 1871 года, начался кульджинский поход генерала-лейтенанта Колпаковского. Через сто лет после присоединения Ильинского края, местности Восточного Туркестана, к империи Цин, два илийских клана развернули междоусобицу за власть, которая закончилась с отделением территории от Китая и образованием илийского султаната. Этот факт привел к разрастанию военного конфликта с другим соседом Российской империи, границы которой начали подвергаться нападениям как со стороны беженцев, так и со стороны откровенных шаек, чинивших грабежи и убийства. Многократные попытки уладить дело миром ни к чему не приводили. Окончательно закрыть кульджинский вопрос было поручено видному полководцу Герасиму Колпаковскому. Выступив 12 июня 1871 года из Барахудзара по кульджинской дороге быстрым передвижением войск по пустынным и безводным местностям, энергичными действиями и благоразумными распоряжениями успел разбить и рассеять значительные силы неприятеля близ крепости Чинчахадзы и 18 июня 1871 года взял штурмом эту крепость, сообщали исторические документы. Султан попросил пощады и отдался на боль русского правительства. Правда, российский флаг над этими землями развивался недолго. Спустя 10 лет империя Цин опомнилась. Она потребовала возвращения бывших территорий в обмен на денежные отступные в размере 9 миллионов рублей и отказа от начала войны. Несмотря на то, что многие источники называли результаты кульджинского похода не иначе, как русской военной оккупации, большая часть оккупированных не захотела вторично родиться с китайцами и приняла русское подданство. 12 июня 1937 года считается днем гибели целой группы советских военачальников. Накануне состоялось закрытое судебное заседание. На нем было заслушано так называемое дело военных и тут же 8 обвиняемых, среди них маршал Тухачевский, были приговорены к расстрелу. 12 июня 1942 года умер священно-мученик-пресвитер Василий Смоленцев. Точное количество священнослужителей, репрессированных в ходе сталинского террора, до сих пор неизвестно. Тем ценнее история каждого человека, кто ради света православной веры не пощадил живота своего, как священник Василий Смоленский. Родившийся в семье псаломщика Московской губернии, он окончил духовную академию и большую часть жизни посвятил религиозному служению. Первый раз по ложному обвинению батюшка был арестован в 60 лет, второй раз в 70-летнем возрасте, когда некой комсомолке не понравилось замечание о молодежном спектакле, проводимом в Страстную пятницу. Преклонный возраст не стал помехой уголовному обвинению. Отец Василий был приговорен к трехлетней ссылке в город Онегу. По возвращении домой священник продолжил работать в храме и читать проповеди, но началась война, и деревню заняли фашисты. Протеерей Василий был обвинен в предательстве и пособничестве немцам. Особый цинизм выражался в том, что к моменту вынесения приговора в высшей мере наказания будущий святой уже умер в тюремной больнице. Нет немцев я не ждал, а остался служить, и остался служить в церкви верующим. Из текста допроса. В 2003 году определением Священного Синода Отец Василий причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских. 12 июня 1988 года завершились многодневные празднования, посвященные тысячелетию крещения Руси. 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. С 2002 года этот день объявлен праздником Днем России. Таким был этот день 12 июня.